Кишиневская школа искусств Когда в столице идут дожди, ученикам негде заниматься, да и некогда. Вместо этого они со швабрами и тряпками убирают дождевую воду, спасают родную школу от потопа. Это безобразие продолжается. У нас сейчас, если даст Бог, и будут делать ремонт, это будет третий уже. Потому что первые они сделали крышу, сделали ее как-то неудачно. И пошел у нас, мы только пришли, мы только все вымыли, все было чистенько, хорошо сделано. Пошли первые дожди, нет, снег тогда большой выпал. У нас здесь как пошло все в цвет, черный грибок, ажурное все. Какая-то работа не была проведена вовремя и в сроки, потому что осень приходит и она дождливая у нас всегда. Снова так затопило, что зонтик нужно здесь открывать. Мы гордимся нашими выпускниками, но нам стыдно, когда они к нам часто заходят по разным причинам, выступая, принимая участие в наших концертах открытых. И нам стыдно показать школу в таком плачевном состоянии, которым является на сегодняшний день. Ремонтировали крышу этого здания неоднократно, все без толку. Первый раз приступили к ремонту в 2008 году рабочие фирмы под названием «Флириксон». Только закончили работу, снова протечка. И так каждый год. Рабочие только руками разводят, мол, во всем виноваты погодные условия. Но ученики продолжают заниматься в классах, где стены мокрые насквозь. В этом классе работают вокалисты. То есть, представляете себе, да, мы 45 минут с каждым учеником, мы занимаемся, мы поем, то есть, мы активно дышим, мы работаем в полный голос, то есть, задействованы полностью легкие. И человек, получается, что в течение этого часа он дышит вот этим вот запахом грибка. Когда идет дождь, мне сложно петь, потому что сыро и холодно, и нам окно мы открываем, и холод внутри. Я заметил, что пошел дождь, и в кабинете стало более-менее сыро. На потолках, вот я заметил, что уже плесени, это как бы неудобно для меня. Почему? Потому что сыро, мокро, и, в общем, это не выглядит так-то красиво. Мы тратим вот и здоровье, и портятся инструменты, и, конечно, родители жалуются, дети болеют из-за того, что мы создаем такие условия. То есть, не по нашей вине приходится, потому что нельзя дышать в таких кабинетах. Директор школы надежды не теряет. Уверяет, что обратился за помощью к депутатам парламента от ПСРМ. И эту проблему в скором времени рассмотрят на заседании парламентской комиссии по СМИ, культуре и спорту. Продолжение следует...